Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сегодня посмотрим работы Николаса Деликоуна. Это испанский художник, рисовальщик, дизайнер, писатель и фотограф авангардного искусства первой половины двадцатого века. Я пользуюсь переводной википедии, данных очень достаточно мало. Вот все то, что есть, сейчас попробую зачистить и показать работу, которую я нашел в интернете. Первенец из семьи братьев и сестер в богатой семье с либеральным духом. В 19 лет сделал свою первую выставку, на которой окрестил свои работы под названием индустриальной картины. В том же 1932 году он переехал в Мадрид, чтобы учиться у геодезистов в течение трех лет. В этом городе он устанавливает контакты на встречах в кафе Помбо. Это знаменитое кафе, где собираются интеллектуалы и художники. Так вот он устанавливает контакты с Хорхе Отейса Хосе Сарьеги. В 1935 году выставлялся на одиннадцатой выставке новых авторов Сан-Себастьяни. Его первые фотографии созданы в стиле New Vision с использованием диагональных рамок крупных планов. Был лучшим другом Хорхе Отейсы, художника Хосе Сарьеги и Педро Мозо. Был заражен в частности коллажами и фотомонтажом. В выставочных залах Крусаля в Сан-Себастьяне в сентябре 1934 года он произвел большое впечатление на посетителей. Выставил 11 картин, 5 рисунков, одну фотографию, 18 работ фотомонтажа. Экспериментировал, собирал фотографии из всего воображаемого музея, подбирал любопытные обычные предметы, классические современные картины, африканское искусство, искусство японцев. Вернулся во Флорентино, работал архитектором. Умер во время гражданской войны в Испании, будучи мобилизованным после падения Кевсукоа самопроглашенной национальной армией. Самый интересный, он умер под бомбами собственной стороны. Его именем названа площадь в его родном городе. Фотографическая ассоциация организует известный фотоконкурс в его честь. Умер он 11 июня 1937 года. Вот так вот информации действительно мало. То, что есть, о испанском художнике, рисовальщике, дизайнере, писателе, фотографии авангардного искусства первой половины двадцатого века Николаса Делликоуна. Смотрим картины. Пока-пока, до свидания.